Май 1936 года, всеобщая забастовка в Греции 13 мая. Греция страна маленькая, но тоже был создан Народный фронт, как и в ряде других стран, который в принципе объединил всех социалистов, которые там в принципе в Греции были. Но на выборах Народный фронт Греции провалился и серьезных не получил, 15 мест в парламенте, то есть фракция у них была в парламенте Народного фронта, но не победили, в отличие от Франции и Испании. Параллельно шли забастовки, которые те же социалисты организовывали. Крупная забастовка на табачных фабриках в Салониках, которую власти расстреляли из пулеметов, то есть власти все-таки правые были. Убито было 12 человек, ну и вот 13 мая всеобщую забастовку греческие профсоюзы объявили в знак протеста против расправы с забастовщиками в Фессалониках, которых просто по площадям из пулемета их стреляли. Организовали порядка полумиллиона рабочих, что для маленькой Греции, у которой немного так фабрик, 500 тысяч рабочих мобилизовали, они бастовали. 13-14 мая 1936 года, ну и в данном случае именно Компартия Греции достаточно серьезную роль играла. В Греции после Второй мировой будет гражданская война, Греция чуть не войдет в Советский блок, как и в Болгарии, и там была довольно сильная Компартия, которая чуть не захватила вообще страну вот в перипетиях этой Второй мировой. То есть такой вариант был, что Греции тоже будет в Варшавском договоре. Италия, захватив Эфиопию в мае окончательно, сформировала там Итальянскую и Восточную Африку, то есть новую свою колонию. Императоры и его ближайшее окружение бежало, и потом они будут организовать сопротивление итальянцам, и вернутся они в страну. Ну, часть знати в период оккупации, часть эфиопской знати, они сотрудничали. То есть были некоторые эфиопы, которые вроде как входили там в руководство. Конечно, во главе уже был Грецианин, итальянцы были во главе вице-губернатора. Ну, какая-то часть знати эфиопской сотрудничала с итальянцами. Хотя далеко не все, и партизанили тоже многие. Ну, как вот, в общем, и у нас, да, какие-то были полицейские, типа, когда Германия оккупировала, ну, вот, когда Италия, Эфиопия оккупировала, то же какие-то были коллаборационисты. Тем не менее, длительно, как известно, она не удерживала Италия. И где-то уже с ноября 1941 года идет совместное наступление эфиопов с британцами. Британцы и эфиопские партизаны страну освободят. После войны, в результате всего этого, Эритрея, которая вообще-то была итальянская, ее присоединит Эфиопия, но Эритрея потом будет бороться за независимость. Это немножко вперед. Если говорить про 36-40 годы, то объединили, уже у Италии была Эритрея и Сомали, их объединили и создали вот это вот единое, как бы, такое управление. Король Италии Виктор Эммануил III принял титул императора Эфиопии, но этот захват Эфиопии никто не признавал, кроме его друзей из нацистской Германии. Потому что с самого начала эту войну не признавали, Лига нации наложила санкции на Муссолини и так далее. То есть захват Эфиопии не признавали никто, кроме ближайших союзников Муссолини. То есть Гитлер как бы все потом признавал. Разделили на 6 мухофаз, при этом бывшие границы Эфиопии не соблюдались, к Эритреи прирезали территорию, чтобы вот этих Амхара, основной этнос Эфиопии, чтобы подавить. Значительную часть Эритреи ей отдали, даже в административном управлении Эфиопии. Часть в Сомали передали и так далее. Какое-то время итальянцы в Африке наступали, в 1940 году, и какое-то время в эту колонию входили и также и Британской Сомали. То есть там еще была Британская Сомали. Этот весь район он будет боевой, будет там горячая точка планеты, и даже и сейчас остается. Поэтому к границам всяким в этом районе между Эфиопией и разными видами сомалицев я еще не раз вернусь. Но в данном случае пыталась Италия вообще все это захладить. Но кратковременно, с 1941 года она по сути уже это теряет. И это я потом расскажу, когда буду историю Второй мировой войны рассказывать. Ну, в Эфиопии много народов. И в Сомали и так далее. Я тут уже обзоры, конечно, языков давал, подробно семитские языки давал, там семитские народы есть. И давал также языки Орому и прочие всякие языки Эфиопии. Ну вот, поэтому пытались разжигать рознь международными итальянцы, и краили там границы, одно туда, одно сюда передавали. Кроме того, пытались, собственно, ввести итальянских колонистов, но не получилось. В основном эти итальянские колонисты селились в городах, и в основном они селились вот там, где шло строительство, в основном дороги строили и фабрики. То есть в портовых городах и в Адис-Абебе, в столице. Фермеров всего 3200 человек итальянцев уговорили в сельской местности, там в Эфиопии фермы. Хотя на халяву земли, все, давали там деньги, все. Только переезжай в Эфиопию и там занимайся сельским хозяйством. Хер, там никто, конечно, не хотел. Чтоб там негра убили, да иди нахер. Ну вот каких-то 3200 нашли, каких-то, видимо, совсем нищих и переселили. Ну, в целом, компания такая была, но слабая, мало очень переехала. В значительной степени, потому что территория по-прежнему была неразвитая, хоть начали строить дороги, партизаны, непривычные африканские условия и так далее. Ну вот, строили итальянцы в основном дороги. Эфиопия была дорогая. Никакой пользы от этого захвата не было. Даже есть дискуссии среди историков, нахер вообще они туда поперлись. Не только поперлись, но они вкладывали порядочные деньги в развитие этой колонии Эфиопии. Ну и в частности, деньги в чем выразились? Построили множество дорог, 900 километров новых железных дорог, перестроили основную железную дорогу, которая уже была, плотины, гидроэлектростанции, построили хлопчатобумажные заводы, цемент, полезные ископаемые, энергетика, вооружение и так далее. Ну, примерно, как вот Советский Союз строил в Киргизии, о чем я недавно рассказывал. Построили аэропорты и запустили рейс, назывался линия Имперо, то есть линия империя Одиссабеба, Рим. На самолете летали из Рима в Одиссабебу. Вот воздушное сообщение и так далее. Ну, дорога вот эта Джибути-Одиссабеба, которая основная была, ее полностью реконструировали, и если раньше по ней маленькие там паровые поезда ходили, теперь уже все там на больших вагонах, все с большой скоростью. Дизели пустили по... Самые лучшие поезда того времени, дизель, электропоезд, пустили Одиссабеба-Джибути. Построили там еще электростанции, чтобы электричество было. Ну, очень дорого было. Доходило до того, что вот в первый год, когда они, во-первых, дороги строили, вот 36-й год, да, и во-вторых, восстанавливали после войны, тоже уж сами разнесли самолетов это все. Вот когда первое восстановление было, они потратили столько же денег, сколько весь бюджет Италии. То есть огромные деньги в эту Эфиопию вылетал. Они планировали в Одиссабебе построить город будущего итальянца. Вот у Гитлера тоже всякие архитектурные проекты были, а вот итальянцы, вот в знак того, что Эфиопию завоевали, хотели там построить какие-то невиданные архитектурные сооружения столицы Эфиопии, но ни хрена не построили, потому что война началась. Они уничтожили там местные религии, была православие и ислам. Все системы образования, которые там были при православии, местные, они уничтожили вместе со всеми образованными людьми. Вместо этого они вводили фашистское образование, в основном на базе католических миссионеров. Ну, привезли туда еще училок итальянских. Естественно, образование внушало фашизм. Особенно, что было заметно по учебникам истории, полностью написанной там в мифологии, которую задавало правительство Муссолини фашистской. То есть все враги Италии были мерзавцы, Италия всегда была великой, начиная с Римской империи и все такое. Все революционные события в Италии там вообще замолчивались. То есть никаких революций в Италии не было, никого там разделения страны не было, всегда была великой. В общем, понесли какой-то полный бред. Что вообще характерно для учебников истории при авторитарных режимах. Значит, интеллигенция местная уничтожена была, особенно после покушения на жизнь Радольфа Грациани. И по возможности обучались просто сразу итальянскому. На латинской графике все эти всевозможные местные алфавиты, довольно древние, кстати, эфиопские алфавиты, сложные там эти, грамматика всякая местная, давно тоже там у них старые традиции в Эфиопии. Все это игнорировалось, пытались обучать итальянскому языку. Но в целом можно сказать, что эффекта от этого фашистского образования было практически никакого. только одну двадцатую солдат черных обучили грамотности, то есть даже грамотности они не смогли на самом деле обучить, несмотря на то, что в образование эфиопов вкладывались деньги, пытались эфиопов сделать итальянскими фашистами. То есть перевести их на итальянский язык всех, обучить их фашистской идеологии и так далее. Грандиозные цели ставились, на самом деле они даже читать, писать почти никого не научили. А местную интеллигенцию они уничтожали систематически. Кроме того, вот эта вся пропаганда даже через школу и так далее никакого эффекта не имела, когда пошло наступление британцев и партизан, все эфиопы переходили на сторону своих и итальянцев убивали. То есть пропаганды тоже, ничего никакого, ни образования, ни пропаганду они среди черных не наладили, хотя вкладывали деньги. Итальянцев завезли в итоге уже к началу войны 165 тысяч человек всего итальянцев, как правило только в крупных городах либо на стройках каких-нибудь дорог. При этом черных было 12 миллионов. Ну, используя между черными разные распри, они в основном управляли черными с помощью черных. То есть, допустим, они в регионы Амхара там сомалийцев вводили, то есть у них были войска из разных народов, которые они использовали, чтобы подавлять какой-то другой народ, используя рознь между народами. И поэтому получалось, что 165 тысяч итальянцев управляют 12 миллионов черных. Это они как бы осилили, это смогли. Но потом опять все рухнуло, когда вернулись в нормальные власти. Тем не менее, партизаны были. В частности, в феврале 37-го года было покушение партизан на вице-короля маршала Радольфа Грациани, после чего они жестко расправлялись с эфиопами. Они устроили налет на древний монастырь Дебрели-Банос, где поубивали монахов и монахинь массово. Потом они устроили налет на поселение эфиопов в Адис-Абербе, считали, что там вскрываются партизаны. Убили 30 тысяч человек и их сожгли огромные кварталы в самой столице. То есть решили, что в столице там где-то партизаны и уничтожали прям целыми кварталами с людьми. 30 тысяч эфиопов в самой столице убили и дома их сожгли. Без суда и следствия, естественно. Даже среди фашистов такие действия привели к тому, что Грациани все-таки сняли с поста. И его стали называть эфиопский мясник. Потому что выпиливать целыми улицами черных, это тоже как бы бред, конечно. Но вот таким вот итальянские фашисты занимались. Поставили принца Амидео, который пытался с кем-то договориться, но не договорился. В принципе, непосредственно перед войной с британцами они частично некоторых партизан хотя бы вели переговоры о капитуляции, но потом, когда война с Британией началась, уже партизаны отказывались капитулировать. Ну, вот примерно как хозяйствовали итальянцы в Эфиопии. Эммануэль Асанье, президент республики испанской. Значит, Эммануэль Асанье был, собственно, президентом в первый период правления там левых, с 1931 по 1933 год. Он был известный лидер левых либералов. Когда было восстание в октябре 1934 года, в принципе, Асанье был не при делах, был в Барселоне. В Барселоне ему предложили социалисты участвовать в восстании, он отказался. Однако Асанье арестовали правые, то есть Леру там арестовал его седа, и обвинили его в соучастии в восстании. Доказать, что Асанье как-то участвовал в этом восстании, не удалось. В январе 1935 года его освободили, но это Асанье добавило авторитета, что когда всех сажали за это восстание, Асанье тоже посадили, значит, он наш. Думали социалисты. Асанье поучаствовал в формировании Народного фронта, и роль Асаньи в основном в чем заключалась, что он согласился на союз с социалистами и с анархистами, и привлек всех либералов. То есть испанский средний класс в основном голосовал за либеральные партии, и Асанье уговорил этот испанский класс средний, что надо им вступить в союз с рабочим классом, потому что фашизм представляет угрозу для страны и католицизм. То есть Асанье, да, он с либеральной стороны поучаствовал в создании Народного фронта, и в этом его позитивная роль в истории Испании. 16 февраля 1936 года победил Народный фронт, так как все-таки поставить наверх социалистов было чревато, что вот эти все средние слои-то оттолкнутся, они все боялись, что социалисты будут захватывать и делить имущество. И социалисты это действительно делали. Поэтому Народный фронт решил вверх двигать этого Асанью. Асанья был приемлемой фигурой для более широких слоев общества. По крайней мере, не такой уж радикал. Вот поэтому 19 февраля Асанья стал премьер-министром Испанской Республики, а в коалицию входили всплошь там социал-демократы, коммунисты, анархисты. Консерваторы все, значит, боялись. Асанья не стал жестко преследовать армию, которая, в общем-то, подавляла Астурийское восстание, и даже когда выбрали Народный фронт, был мятеж, ну, пытались поднять мятеж в армии, я рассказывал. Асанья их просто снял и всех поставил на периферийные посты, то на какие-нибудь острова отправил. Ну и в этом ошибка Асанья. Но он пытался со всеми договориться, чтобы войны-то не было. Генералов правых тоже не сильно преследовал. А им было похеру, и они все равно организовали мятеж. То, что Асанья с ними добра, им было по барабану. Асанья выпустил всех абсолютно заключенных левых, которые сидели за восстание, всех анархистов, которые сидели там за экспроприацией, за поджоги церквей, всех выпустили из тюрьмы. И начали постепенно в тюрьму сажать уже наоборот правых. Но вот сажать, он, короче, так слабо этим занимался. И потом его обвиняли левые, что Асанья надо было побольше сажать. Потому что все вот эти недопосаженные потом все участвовали в гражданской войне против левых. На крупнейшие должности в силовых структурах назначались социалисты. Допустим, там штурмовая гвардия, гражданская армия, там, грубо говоря, полиция, ФСБ ихняя, да, испанская. Он туда ставил вообще этих леваков, которые только что из тюрьмы вышли. В общем, ситуация революции, конечно. То есть вот чувак в тюрьме сидел, там все, там, к смертной казни готовился. Бах, революция, вышел из тюрьмы и возглавил местную полицию. По области. Такая система была. Ну вот это, да, это типичный переворот, да, случился. Но поскольку Асанья не доверял старым всем кадрам в силовых структурах, он ставил своих, которые вот его поддерживали. Это естественно. Однако эти все кадровые перестановки для большинства населенников роли не играли, а крестьяне начали просто землю захватывать. Как я уже говорил, первоначальная программа Асанья в 31-33 годах была такая, чтобы постепенно будет осуществлять аграрное преобразование, чтобы помещики побеньше страдали. То есть Асанья был за такое сохранение стабильности какой-то в обществе, да, что сразу всю землю забирать не будем, сначала отдадим, которые помещики не обрабатывают, часть земли будет выкупать государство и все такое. Он принял некий сложный аграрный закон, который частично землю дал крестьянам, но он долго шел с долгими процедурами. Правые в 33-м году к власти пришли и забрали землю всю обратно. Ну вот вернулся опять Асанья, всю эту землю обратно отдал крестьянам, которые в предыдущий период он отдал уже крестьянам, продолжил свою аграрную реформу. Но на самом деле крестьяне в таких условиях просто захватывали землю, так как революцию уже совершилась, левые власти, они все боялись, что у них опять землю заберут и вообще им надоело с этими помещиками разбираться. И позиция анархистов была такая, что надо просто землю захватить, поставить этого Асанью перед фактом, что землю в деревне везде захватили и выделили. Уже с марта пошли захваты земель, в которых участвовали бывшие же соратники этого Асанья по Народному фронту. Те же самые радикальные социалисты из радикальных партий, анархисты, коммунисты и там другие всякие левые социалисты приходили в деревню, говорили крестьянам, что вы паритесь, давайте помещик этого на рога и землю поделим. В деревне пошли перестрелки. Кроме того, поскольку правые это все были не подавлены, правые пытались убивать уже активистов левых незаконно, то есть пошли политические убийства. Левые отвечали также политическими убийствами правых, тем более в предыдущий период, вот только что до 36-го года правые преследовали, всех были личные счеты. Ну вот, допустим, анархист из тюрьмы вышел, да, а его какого-нибудь друга там убили во время восстания или там в тюрьме его там били, жестоко там пытали и так далее. Он хочет отомстить тем, кто это делал. Вот пошли политические убийства. Вышедшие из тюрьмы леваки и начали мстить, естественно, тем, кто их в эту тюрьму посадил. Асанья при этом говорил, что это все устраивают правые, то есть Асанья в целом-то был на стороне своих ребят, которых он из тюрьмы вытащил, сказал, что все эти убийства, это значит фашисты. Запретил ультраправые организации таких фалангу 11 марта 36-го года, то есть Асанья все-таки, так сказать, репрессии проводил в сторону правых, а своих он защищал. Более того, Асанья начал регулярно защищать также захваты земель. То есть, если раньше он был против захвата земель, то часть захвата земель он даже узаконил. Собственно, анархисты на это давили. Давайте землю, короче, поделим, а Асанья, этот жирный дурак из Мадрида, пусть подписывает просто. Вот мы поделим, а потом пойдем к этому Асанье и скажем, ты что, охерел, блядь, ты за наших или за ваших? Народу земля нужна, давай подписывай. Ну, примерно вот так анархисты давили. Не везде, то есть, где там получалось у анархистов, где у них там крестьяне за них были, где получалось, они землю захватывали. Надо сказать, что Асанья, помимо всего прочего, был сам по себе жестко настроен против католической церкви. Асанью, те, кто его знал, характеризовали, что это последний высокомерный испанец. Вот говорят, он был очень такой корректный, был такой человек чести. И он считал, что католики оскорбили честь Испании. Они устраивали тут инквизицию, весь мир знает испанскую инквизицию, скорбили фактически его народ. Католики управляются из Италии, не имеют отношения к испанцам, позиция Асании, которую он озвучивал. Ватиканские фашисты, они там в Ватикане, там в Ватикане уже и Муссолини. Эти все католики, лицемеры, которые обманывают народ, работают на фашистов. Эта позиция была анархистов, и Асаньи тоже. То есть, Асаньи, как либерал, ненавидел католиков. Он, конечно, не давал анархистам жечь церкви, когда мог, потом он уже не мог. Но он к этому относился, так сказать, благожелательно. Особенных репрессий против тех, кто церкви жгли, не были. Но официально, да, Асаньи говорил, что ну церковь все-таки это испанцы строили, не надо их жечь, католиков и так зажмем. Ну, зажать католиков, да, он пытался идти сразу ушки на макушке. Асанью отлучали от церкви не раз католики, и он произносил против них жесткие речи. Ну, так вот, такого человека 7 апреля 36-го года избрали президентом Испанской Республики, и несмотря на все проблемы Испанской Республики, Асаньи был верен этому посту до конца. Асаньи, это действительно президент испанских республиканцев, даже во время гражданской войны. Хоть у него были демократические убеждения, он сотрудничал с СССР, даже со Сталином, потому что только Сталин ему мог помогать. Получилась позднее ситуация, что практически Испания наводнена коммунистами, управляется чуть ли не СССР, а президент все равно Асаньи. Ну, потому что Асаньи считал, что иначе, получается, спасти страну нельзя, раз демократические страны блокаду устроили, только СССР помогает, но надо с СССР сотрудничать. Асаньи и на это пошел, потому что для него приоритетно было спасти все-таки Родину. Где-то с февраля до начала гражданской войны было 200 политических убийств. Асаньи всячески боролся с раздорами между левых, призывал усилить единство народного фронта, остановить волну политических убийств и остановить надвигающуюся гражданскую войну. Вот в этот период между февралем и июлем. Все-таки он также считал, что нужно к какому-то национальному единству прийти, хотя бы на базе левой демократической платформы, войну предотвратить, и вот это все раскачивание лодки, которое продолжалось, он хотел остановить, но не смог. Бои в деревнях продолжались, то есть в некоторых деревнях смогли там анархисты передавить, да, и там поделить землю, а в некоторых шли бои. Это там уже как получится было, потому что единого получать закона не было, в стране нарастал хаос. Ну, в частности, 29 мая 36-го года в городе Альбасетия гражданская гвардия задержала крестьян, которые захватили землю и пытались ее начать обрабатывать. Их доставили в город Альбасетия, собрались крестьяне, радикально настроенные, требовали этих крестьян освободить. Типа, что они делали, они землю пахали, хера вы их в тюрьму ведете. Состоялся там большой митинг, крестьяне оскорбляли гвардейцев, но это примерно нацгвардия, оскорбляли нацгвардию. Они начали стрелять, в схватке убили крестьяне охранника, гражданская гвардия открыла огонь по крестьянам и убила 17 человек. Вот такие перестрелки крупные, вот в этот период якобы стабильный, еще до гражданской войны вот такие перестрелки случались, такие истории в Испании. Не очень часто, но происходили. Помимо этого был разгул политических убийств, беспредел в деревне, анархисты в городах уже считали, что и предприятия давно пора экспортировать. То есть левые напирали, а правые соответственно готовили заговор, о чем я позже и расскажу.